Первым заместителем премьер-министра, министром финансов в новом правительстве назначен Алихан Смаилов. Заместителями премьер-министра Женис Касымбек и Гульшара Абдекаликова, ранее занимавшая должность государственного секретаря. Большинство членов, отправленного в отставку кабинета министров Бахаджана Сагентаева, сохранили свои посты. Новые руководители возглавили Министерство национальной экономики Руслан Даленов, Министерство труда и социальной защиты Бердебек Сапарбаев, Министерство сельского хозяйства Сапархан Умаров, Министерство образования и науки Куляш Шамшидинова, Министерство индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр. Сохранили свои прежние посты министра иностранных дел Бейбут Атамкулов, министра обороны Нурлан Ермикбаев, министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, министра юстиции Марат Бекитаев, министра здравоохранения Елжан Бертанов, министра культуры и спорта Арестанбек Мухаммедиулы, министра энергетики Канат Базумбаев. Кроме того, ранее в понедельник два министерства были преобразованы, их возглавили Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, Министерство информации и общественного развития Даурен Абаев. В прежнем правительстве они оба занимали посты министров. В этот же день сменился и глава Нацбанка Казахстана. Им назначен Ерболат Дусаев. В состав правительства Казахстана входит 15 министерств и одно ведомство по делам госслужбы и противодействию коррупции. Таким образом, новые руководители назначены во всех 15 министерствах. Уже 26 февраля новый кабинет министров провел первое заседание. На нем новые главы министерств были приведены к присяге. Перед лицом нашего президента и народа Казахстана я торжественно клянусь направить все силы и старания на работу во благо экономического и духовного развития казахстанского народа. Соблюдать законы, чтить конституцию, придерживаться принципов справедливости, законности, гражданства межнациональной и межконфессиональной дружбы, а также делать все для укрепления позиций страны на международной арене.